В работе флэш-семинара, прошедшего в актовом зале 10-й школы, приняли участие руководители школ, заведующие детскими садами и заместители директоров, ответственные за организацию профориентационной работы, а также педагоги-психологи. В своем выступлении директор учреждения управления образования Марина Дерягина рассказала о развитии в нашем городе системы инклюзивного образования. По этой программе в учреждениях проделан, во-первых, это ремонтные работы по соответствию доступной среде, это закуплено оборудование для детей-инвалидов и для детей с ограниченными возможностями здоровья, ведется обучение по адаптированным программам. По этому вопросу мы с вами в марте месяце проводили семинар, на котором мы рассматривали данные вопросы, и 10-я школа, как флагман этого развития, нам говорили и рассказывали, делились опытом по составлению и адаптированных программ, и по ведению этой работы. Кроме темы инклюзивности были рассмотрены вопросы улучшения системы дополнительного образования, обучения рабочим профессиям, совместные и единые планы профориентационной работы. Главный инспектор Центра занятости Кумертау Людмила Соломко выступила с докладом об информационном ресурсе «Команда будущего», о положении на рынке труда и определении профессиональных предпочтений. Если бы нам построить дом, чтобы он был красивым, ну кто построит красивый дом? Человек, который любит свою работу. А как он знает, что он умеет строить красивый дом? А для этого нужно создать ему еще в школе условия, чтобы развилось его наглядно-образное мышление, чтобы он сделал пробы какие-то в кружке по конструированию. То есть мы должны каждого ребенка вести к раскрытию своего внутреннего потенциала, и тогда процесс выбора профессии будет естественным, а не будет неким таким стрессом на жизненном пути. По итогам флэш-семинара было решено включить в планы воспитательной работы мероприятия, направленные на раннюю профориентацию школьников, и активизировать работу по модернизации дополнительного образования.